сегодня я хотел бы с вами поговорить о том что такое в образе христа принесение искупительной жертвы за всех людей которые на земле или которые веруют христа я в одном из своих роликов недавних рассказал вам свою гипотезу как возник и как возникло понимание первородного греха коротко повторюсь дело в том что по данным всех теологов которые занимаются и занимались веками если это время было изучением библии особенно ветхого завета и особенно книги бытия по их данным до нашего материального вещественного мира бог существовал тоже и он существовал в каком-то в некоем новом для нас вот для сегодняшних качестве которые после появления нашего вещественного мира ну как бы утратила свое существование и когда те самые теологи знатоки библии знатоки книги бытия толкователи все эти святые люди действительно святые по канонам церкви когда они об этом разговаривали они естественно находились во времени в прошлом прошлые века в прошлые столетия и так далее и у них не было в лексиконе и в знаниях такого понятия как вакуум а сегодня у нас физика развелась достаточно серьезно и у нас есть с вами такое понятие как вакуум которым мы можем оперировать так вот самое главное в позиции первородного греха это то что до начала вещественной эры вот нашей сегодняшней с вами чтобы мы обросли нашими вещественными телами до этой эры мы с вами не существовали времени не существовало но бог существовал и он находился в такой позиции который характеризуется отсутствием времени отсутствием материального мира так вот сегодняшняя физика позволяет познать и это такое состояние системы называется вакуум в нем ноль градусов температура абсолютный ноль ноль кельвин в нем нет времени потому что там низкие температуры и потому что там нет вещественных процессов вообще то есть знаете визуально как это кажется вот представьте что вы настоящий космонавт они те куклы которые сегодня каким-то образом существуют в нашем театре представьте что вы выпрыгиваете в открытый вакуум и вы как бы замерзаете вот в том моменте в котором и выпрыгнули для вас больше не существует ни времени ничего еще раз повторю почему потому что там окружающая среда при нуле кельвинов представляете вы мгновенно замерзаете если конечно там есть обменные процессы там гораздо все сложнее ну просто представьте хотя бы это так вот и времени там нет вот в таком состоянии как вы выпрыгнули вы останетесь навечно грубо говоря вы выпрыгнули в морозильную камеру в которой так и останетесь вот настоящий сегодняшний космос причем вас не спасет никакая материальная одежка типа скафандров или каких-то болотных сапог или даже может быть подводного водолазного снаряжения в котором сегодня космонавты выходят в космос и вот в этих условиях в условиях абсолютного вакуума появился бог со своей теории и концепции и игрой в ту самую материальность которую мы с вами существуем и это самая материальность она проявилась чем тем что один из квантов вакуума был нагрет пробегающим пролетающим квантом света ну это конечно все условности но примерно технологии была такой как только один квант загробастал себе дополнительный квант света так вот этот первый квант квант вакуума разорвался надвое и появилась пара рождение пар это и был первородный грех мальчик условный электрон девочка условный позитрон с этого момента началась наша с вами материя первородный грех слово грех это не вина это не преступление вы чувствуете разные корни в словах преступление это корень ступ а вина это корень вин а грех это корень нагревать греть это я взял кстати у фасмера в его этим логическом словаре и в принципе я думаю вместе со всем кустом таких же однокоренных слов его трактовка этого слова слова грех правильная то есть это нагревание от слова естественно греть и он приводит там море различных других таких же однокоренных слов понятий кустов не оставляя возможности сомневаться в его правильности его этим логии так вот представьте первородный грех он начался с этого согревания и наш с вами мир он является тем миром который получился вещественным в силу того что произошло первородное согревание я не буду говорить грешение или согрешение а именно согревание то есть я буду говорить русскими словами но иногда так вот уточнять и все наши вещества нашей таблицы менделеева которые известны теперь всей нашей химической обстановке в которой мы существуем в вещественные обстановки материальные обстановки все эти вещества сформировались только в силу того что произошло это первое согревание той самой первой пары которая появилась в результате зацепление первого кванта света первым или единственным квантом вакуума получается что вся наша жизнь вот по такой системе а эта система чисто физическая никакой теологии в ней нет хотя параллель с теологией я вам вначале рассказал то есть наша вся система физическая система описывает появление вещественного мира в силу того что в холодном нулевом ноль кельвинов мире окружающего вакуума появилась температура появилось нагревание а вот дальше мы минуем все разные столетия тысячелетий даже миллиарды лет и если такие были и приходим к тому времени когда появился христос и когда его распяли когда он по версии церкви и теологов взял на себя все наши человеческие грехи и вот стал искупительной жертвой дело в том что кто хорошо знает физику но более-менее в школе допустим учил нормально в институте проходил тот прекрасно меня поймет все остальные просто послушайте эту версию я уверяю с точки зрения физики она правильная уж не знаю насколько достоверный потому что я не был свидетелем этого процесса процесса становления нашей материальной цивилизации но примерно где-то я думаю что я прав близок даже к истине так вот смысл вот в чем конечно теологии нам говорит что был некий мужик мужчина который сказал я вот проповедую вам истину а вы вот меня там не совсем может быть долюбливаете или не совсем как бы понимаете пришел какой-то прокуратор схватил его повесил на столбе к верху ногами кстати и сказал что вот он будет у вас преступником вместе с двумя своими партнерами по преступлениям двумя убийцами насколько я помню ну и символизм этой системы в том что одни видят что христос взял на себя грехи за простых людей очистив тем самым их перед властью которая в риме на тот момент якобы существовала в образе того самого прокуратора ну а другие видят что вот да мы с вами все нагрешили вот нашелся один великий какой-то который и принял на себя все наши грехи и мы с вами типа свободны теперь от этих грехов то есть это примерно как в фильме рога и копыта или тому подобное 12 стульев или золотой теленки сейчас просто не помню когда был специальный директор который работал на отсидку перед своими партнерами которые крали там где-то в каких-то этих рога и копыта предприятиях то есть та же самая система так вот по религиозной версии христос на себя взял все грехи всего человечества верующего и на этом он стал символом положительной связи со всеми людьми с точки зрения физики система совершенно иная и я хочу ее сейчас вам впервые рассказать потому что это мои свежайшие разработки которым я аналитическим путем пришел вот в последнее время при написании соответствующих книг особенно книги бегущий по лезвию 2053 ситуация здесь вот с чем связано когда состоялся первородный грех то каждая наша душа родилась воплотилась вот в этой первоначальной плоти который называется химический элемент представьте ситуацию теперь что появился электронно-позитронный такой шарик который называется можно его назвать против то есть первым атомом первого элемента водорода и этот шарик он состоит из каких-то частей то есть будем считать что это наше тело но также он внутри содержит ту самую горячую фазу нагревания которая можно оценивать как нашу душу она тем самым и является только конечно в миниатюрном в микро масштабе и вот теперь представьте что в то время когда все это началось оно началось то разрастаться и сейчас она все разрослось в нашу с вами популяцию популяцию людей а вот эти души души атомные или допустим лучше их назвать квантовые они так и остались в составе тех химических веществ из которых мы с вами состоим и получилась очень интересная картина каждое наше с вами тело состоит из миллиардов атомов в каждом из которых находится так вантовая душа которая возникла при первородном появлении при обретении первородного греха и она отмечается в нашей реальности то есть воплощается не только телом снаружи то есть непосредственно самим каким-то атомом или самой элементарной частицей но также и еще двумя или даже более компонентами первые компоненты это естественно к этой самой нашей душе привязана электромагнитные компоненты нашего с вами существования то есть каждый атом он естественно электромагнитными силами весь обвязан и у них у этих электромагнитных сил центр их приложения находится в центре этого кванта и второе это то что к этой же точке к этому же химическому элементу к его атому или молекуле привязана и интеллектуальная часть поэтому интеллектуальным мозгом всего человека конкретного человека является его тело а вовсе не голова это так для общего и думает он всем телом чтобы больше думать он должен быть как-то ну больше что ли телом я конечно условно говорю но вы понимаете что существуют такие огромные массивы например сегодняшних услуг памяти в компьютерах когда в одном и том же поколении компьютерной памяти чем больше у тебя набор этих элементарных памяти тем больше суммарной память в этом компьютере ну естественно более массивными могут быть задачи которые ты в состоянии решать и вот теперь возвращаемся к той самой электромагнитной составляющей она естественно в себе содержит также и температуру которые привязаны к этой центральной точке но самое главное теперь заключается в том что все эти электромагнитные наши вот эти поля которыми каждый квант нашего тела каждый атом объят они по принципу суперпозиции кто школе учился знает они привязаны к одной единой точке которая находится где-то примерно в центре нашего тела ну допустим здесь вот в груди в области солнечного сплетения и человек как электромагнитный прибор фиксируется на других каких-то приборах но если хочешь посмотреть на человека особенно издалека например инфракрасный там тепловизор какой-нибудь то человек фиксируется как одна точка какого-то такого минимального размера а вот этой вот структурности в ней нет и вот если мы увеличиваем дальность этого внимания своего то мы видим что каждый человек представляет собой вторичный чуть больше квант этого электромагнитного поля и естественно несомые им температуры и когда все население земли также по принципу суперпозиции складывает свои электрические магнитные и температурные поля то мы получаем одну большую раскаленную точку которая обладает тремя признаками максимумом электричество максимумом магнитности и максимум температуры и вот эта точка которую мы с вами можем теперь распознать она называется солнце и когда христа распинали на каком-то кресте на кресте равноденствие солнцестояние как календарную фигуру то его распинали как образ солнца и теперь вы понимаете кстати можете посмотреть древние всевозможные писания в новых вы этого не найдете можете даже не копаться а вот в старинных в древних вы можете посмотреть там всегда солнце отождествлялось с христом ну и наоборот в общем-то когда даже говорил что звезда вошедшие на востоке она была принята волхвами в качестве какого-то ребеночка божественного это и был восход солнца посмотрите с этого момента и начались нимбы у этого ребенка и так далее так вот фишка то в чем его это солнце распяли на календаре равноденствий метафора здесь состоит из нескольких слоев первый слой это то что солнце привязали координатной системе рене декарта декартовой системе координат это и есть распятие на кресте это первая метафора которую можно ну как бы рассмотреть подробнее а вторая метафора самое главное почему он стал собирателем всех грехов я уже вначале сказал что грех первородный грех это квант температуры который несет каждая душа душа человеческая не тело а именно душа которая в него в это тело как бы вселилась или лучше сказать обросла этим телом и вот когда все эти души нашей популяции собираются и отдают свой первородный грех тому самому какому-то единому мессии то этот мессия и превращается в солнце он собирает все электромагнитные поля и температурные поля возгорается выжигается светит ярко и распространяет свою температуру тепла так вот поэтому и христос стал вбирателем всего греха всего населения и как бы вот такой искупительной жертвой слово жертва тоже происходит от того же самого корня сжечь гореть и так далее поэтому искупительной жертвой он стал в смысле той самой единственной искупительной лампочкой которая горит у нас над нашей землей распространяет жизненно важную электромагнитную оболочку для нас потому что без нее мы жить не сможем мы завязаны на все эти электромагнитные компоненты нашей жизни и второе дает температуру и другое управление нашими телами и температурное управление и другое которое связано в том числе и с интеллектом вот в этом и состоит та самая искупительная жертва которую принес христос под именем солнца на том самом кресте который называется декартовая система координат принес за все человечество забирая у людей те самые электромагнитные их поля и фокусируя их поля разбросанные поля по земле в одно единственное электромагнитное поле которое существует теперь через посредство христа для всех людей это вовсе не конечно же не религия это та самая физика которая излагалась прежде в прежние годы на другом языке я вам уже говорил и я остановлюсь на этом немножко и сейчас что в разные годы в разные столетия была разная система языкоподачи то есть люди общались по-разному граница очень сильная граница между разными языками и разными понятиями она состоялась примерно или приходится примерно на середину девятнадцатого века на вторую половину до 1850 года был язык сказок и люди общались только сказочными сюжетами никакой физики геометрии математики не существовало вот берем например какие-нибудь там теоремы архимеда я условно конечно сейчас говорю когда квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов то это полная чушь откровенная чушь почему потому что до восемнадцатого века первое неизвестны были прямоугольные треугольники для них нужна была декартовая система координат второе неизвестна была степень в уравнении то есть квадратов никаких не было сверху ни кубов ни квадратов ничего они пошли только с восемнадцатого девятнадцатого века дальше уравнение как форма подачи материала не было известно до восемнадцатого века решение уравнений до девятнадцатого века было неизвестно и вот эти формы например той самой этой квадратной теоремы они не были известны до почти начала девятнадцатого века поэтому никакие архимеды не более древние какие-то ученые они вообще не принимается в зачет потому что их не было их выдумали позже а позже как раз середины со второй половины девятнадцатого века и пошли те самые историки и историческая мысль которая базировалась уже на учении егеля и больше научение маркса и маркс уже сформировал своими материальными подходами диалектическим материализмом ту самую систему взглядов и понятий на которой базируется наше сегодня технократическое общество поэтому все эти квадраты кресты на которых распят христос это все порождение декартовой системы потому что до этого была полярная система могли рисовать только круги и те самые крепости которые мы сегодня называем звездочные то есть центрально симметричные а декартовых треугольников квадратов прямоугольников рисовать никто не мог это подтверждается компоновкой всех наших русских городов например москва вся круглая посмотрим округу москвы как размещены владимир тулу рязань вокруг нее тоже по кругу ну и так далее так далее а новые города девятнадцатого века как например нью-йорк какой-нибудь там питер они все уже квадратные на построенные на той самой декартовой системе координат ну и последнее что я здесь хочу сказать что когда христос собирал со всех электромагнитное поле как описано это книги бытия только там написано старыми понятиями это было время конец девятнадцатого начала двадцатого века тогда появилось наше с вами солнце именно поэтому что электромагнитное поле начало собираться вокруг этого единственного персонажа и когда его календарю григорианскому уже привели это солнце григорианский календарь это солнечный календарь вот тогда вся Библия и начала создаваться, конец 19 века, самое раннее, не ранее, и тогда появилось то самое Солнце. Я, конечно, не знаю, может быть, оно существовало и ранее, может быть, люди просто не замечали его значимость, но вот из физических понятий получается только так, что Солнце зажглось в 1900 году. Отсюда и пошли все эти революции. Революция буквально переводится Рева, это летающий или полет. Люция – это свет, вы сами все это знаете. Полет света – это полет того самого Солнца. Вот такая вот она история, когда на нее смотришь другими понятиями, более адекватными, и когда ее соотносишь с физикой.